Роковая любовь Виктор Цой убежден, что Виктору помогли уйти Ну я начну с того, что в России поэта сами не уходят А Цой в первую очередь поэт был 15 августа 1990 года на латвийской трассе Виктор Цой ехал на Москвиче по неровной дороге со скоростью 130 км в час По официальной версии авария произошла из-за того, что он заснул за рулем Вот так нелепо погибнуть, уснуть за рулем Я в это... и не только я, и люди, которые знали Виктора Я знаю, что они придерживаются того же мнения, что уснуть он не мог По собственной воле Лабораторные исследования установили В течение 48 часов до смерти Виктор Цой не употреблял алкоголь Наркотических веществ в его крови также не было обнаружено Как мог трезвый человек днем уснуть за рулем при условии, что вся поездка длилась не более 15 минут? А видите-ка, все равно он молчал, он такой тихоречек, такой, знаете, закрытый вообще такой Для меня-то он ясен, вот, а в какой-то степени А почему он всем-то нравится, я ж не знаю Я задавала, мне тоже так же говорили, что вот как будто вот мои мысли Вот это... то есть он социален, поэтому он и популярен Последний концерт Виктора Цой и группы кино прошел 24 июля 1990 года в Лужниках Многотысячная арена была заполнена до отказа Этой песней Цой закончил концерт Она стала последней, которую Виктор спел со сцены За что же убрали музыканта, который пользовался всенародной любовью? В нашей семье и в наших сердцах И в пульсах сцены Дай-дай-дай-дай Ваши стоны Дай-дай-дай Ну, как вам, Иван Владимирович? Неплохо, неплохо. А чё ж острая такая шестёрка? Ну, мотор-то от нас садится. Ясно. А водители где-то тренировали? Так, с миру по ритке. Спецколы КГБ. Что-то у американцев взяли, что-то сами. Спецкурс боевого вождения. Так мы это дело окрестили. Ну, помните мне ваши возможности. Возможностей много. Иван Владимирович. Но главное, это имитация любых дорожно-транспортных происшествий. Любых. Понимаете? Я вас понял. Вот этого человека надо заставить замолчать. И лучше было бы в ближайшее время сделать это в автокатастрофе. Но это же... Имен называть не надо. Исходово ли? Я вам сказал, он должен замолчать. Я вас понял. Один вопрос, Иван Владимирович. Да. Почему он? Это же просто певец. Мой дорогой. Процессы запускающейся массового сознания нужно контролировать. Я вам не рассказывал, как на самом деле погиб. Володя, мой сын. Нет. Это хорошо. Меньше знаешь. Крепче спишь. Все хорошо. 15 августа 1990 года в 6 часов утра Виктор Цой попрощался с сыном, оставшимся ждать его на даче И отправился на рыбалку Интересная деталь Следствие так и не смогло установить личность человека, видевшего Цоя последним В тот день его практически никто не видел Его ждала Наташа и сын Саша по возвращении А перед отъездом, кто с ним общался, может быть никто По версии следствия, любимец миллионов, всенародно известный артист Последнее утро своей жизни провел с удочкой на берегу в полном одиночестве Мог ли кто-то из рыбаков составить музыканту компанию на той, последней рыбалке И были ли это обычные рыбаки? Была очень сильна в шоу-бизнесе версия о том, что, как и все публичности Виктор Цой, безусловно, был под наблюдением у спецслужб Его прослушивали, за ним следили Потому что сила его влияния на массы, на молодежь была такой колоссальной Что, конечно, пожелаем завтра баллотироваться президент За него бы проголосовали Экспертиза клеток мозга Виктора Цой установила Певец действительно умудрился уснуть во время короткой 15-минутной поездки Были проведены тесты на наркотики и алкоголь Никаких следов Интересно, что именно в начале 90-го года Американские фармацевты объявили о создании снотворного нового поколения Вещества, выводящегося из организма всего за один час Совпадение? Или еще одна удачно проведенная операция? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова